В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Куда звонить, если встретили на улице агрессивную стаю собак? В Госветуправлении рассказали про отлов бродячих животных. 300 тысяч рублей и отдых в Артеке или Орленке. Атом-класс 15-го лицея вошел в десятку лучших проекта Школы Росатома. В бассейне «Дельфин» прошли традиционные соревнования по плаванию, посвященные Дню Защитника Отечества. Далее расскажем обо всем подробно. Проблема безнадзорных животных в Сарове все больше набирает обороты. Стаи бродячих собак появляются в разных частях города. Сотрудники Госветуправления рассказали о том, как происходит отлов животных и куда следует обращаться при агрессии со стороны безнадзорных собак. В прошлом году сотрудники Госветуправления отловили 150 безнадзорных собак. В текущем году планируют отловить в два раза больше животных в связи с увеличением финансирования по программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Именно по такой системе работает отлов и в Сарове. Если на улице появилась собака, которая ведет себя агрессивно по отношению к людям или домашним животным, то сотрудники ветеринарного управления отлавливают ее и помещают в приемник на карантин на 10 дней. В этот период собакам делают прививки против инфекционных заболеваний, также их стерилизуют и кастрируют. Во время операции также происходит биркование этого животного, которому присылается индивидуальный номер. И поэтому отловленных животных видно сразу по биркам на ушах. Бирки могут быть красного, желтого и сейчас уже зеленого цвета. Цвет бирки роли не играет. Играет только номер, который написан на этой бирке. По нему можно будет узнать, когда это животное было отловлено и где. Животное прививают против бешенства и выпускают на волю по тому адресу, где его отловили. Если уже чипированная собака на улице проявляет агрессию, то ее помещают в приемник Госветуправления на 90 дней. Через это время снова оценивают поведение животного. Если собака продолжает лаять и бросаться на людей, то ее оставляют в приемнике. Никого никогда мы не усыпляем. Эвтаназия противопоказана. И еще раз хочется об этом сказать жителям, мы не убиваем. До 2020 года не было программы ОСВВ и тогда отлов животных действительно проводился путем, для эвтаназии проводился. Сейчас этого нет. Все животные живые, выпускаются в окружающую среду. Чтобы перевести собаку в приемник, сотрудники отряда делают ей специальную усыпляющую инъекцию. Также в различных случаях используют клетку-ловушку и ружья с дротиками со снотворным. Бригада по отлову состоит из четырех человек. Стаи бродячих собак появляются по вине людей, которые безответственно выбрасывают четвероногих на улицу. Все животные, которые попадают к нам по отлову и являются контактными. То есть животные ласковые, можно взять в руки. Значит, есть очень большой шанс, что они могут обрести себе новых хозяев. В этом нам очень помогает волонтерское общество «Верный друг». Через их сайт мы размещаем таких животных на пристройство и очень часто у нас этих животных забирают. Следует помнить о том, что стаи безнадзорных животных скапливаются там, где их регулярно кормят. Отлов осуществляется в рамках контракта с департаментом городского хозяйства. Свои заявки можно оставлять по телефону 9-77-98. При обращении необходимо сообщить свои контакты для того, чтобы сотрудники могли узнать подробности о стае собак. Также можно обратиться в госветуправление по номеру 492-00. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. 22 февраля жители Сарова могли услышать по радио ложные объявления о воздушной тревоге. Судя по всему, кто-то взломал частоту радиостанций, энерджи и юмор-фм. Написал глава города на своей странице в соцсети. Алексей Сафонов призвал горожан сохранять спокойствие. Такой сигнал звучал по радио во многих городах. В Белгороде, Старомосколе, Уфе, Казани, Новоуральске и Подмосковье. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Штрафы за нарушение тишины увеличат до 4-5 тысяч рублей для нижегородцев. Соответствующее изменение в Кодексе региона об административных правонарушениях приняли в двух чтениях депутаты законодательного собрания. Такие меры приняты после жалоб жителей на нарушение закона о тишине. Они связаны в том числе с продажей алкоголя в объектах общепита, расположенных в жилых домах. Напомню, в настоящий момент размер санкций составляет от 500 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц от 1000 до 4000 рублей и для юридических лиц от 5 до 20 тысяч рублей. В кампанию по летнему отдыху и оздоровлению планируется вовлечь 25 тысяч человек. В администрации Сарова прошло заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. В летний период планируется работа загородных детских лагерей «Березка», «Лесная поляна», детский лагерь имени Гайдара, в которых смогут отдохнуть 2400 детей. Сейчас идет прием заявлений. Продолжится реализация проектов «Дворовая практика» и «Спорт в каждый двор». Запланированы другие интересные формы занятости, конкурсы, челленджи, квесты, игры, занятия социальной активности, марафоны полезных привычек, походы, экскурсии, спортивные мероприятия. Первая, вторая и детская поликлиники 23 и 24 февраля не будут вести прием. 25 февраля в первой и детской поликлинике будут работать дежурные врачи, терапевт, хирург и травматолог. Также открыт процедурный кабинет. Будут оказывать неотложную помощь на дому. Вызовы принимают с 8 до 13.00. По телефону 8 800 555 24 45. Попасть к стоматологу горожане смогут 24 февраля в больничном городке с 8 до 13.00, а 25 февраля по субботнему графику. Атом-класс лицея номер 15 попал в десятку лучших в рейтинге школ-участниц сети Атом-классов проекта «Школа Росатома». Рейтинг ежегодно формируется путем оценки деятельности школ-участниц сети Атом-классов по четырем группам показателей. От проекта «Школа Росатома» лицей получит 300 тысяч рублей, а также пять лицеистов смогут отдохнуть в Орленке или Артеке. Рассказать о том, как можно вторично использовать мусор, сформулировав свою идею в виде слогана, а потом зашифровать его с помощью переменных эквантеров. Так звучало непростое и одновременно увлекательное задание для учащихся школ-сети Атом-классов «Эко-челлендж-перезагрузка». Понятие переменных эквантеров участникам челленджа рассказывали на обучающем вебинаре лицея номер 15. Дети, во-первых, получали экологически важные навыки, во-вторых, с помощью инструментов математики реализовывали это. Снимали ролик, отправляли ролик в группу в сети ВКонтакте, ну и дальше, соответственно, наше строгое жюри оценивало. И нужно сказать, что этот конкурс вызвал достаточно большой интерес в сообществе. У нас приняло участие 90 учащихся из 16 школ-участниц сети Атом-класса. Участие в реализации дистанционных образовательных форматов сети Атом-классов – обязательный показатель, по которому формируют рейтинг школ-участниц. В сеть Атом-классов Саровский лицей попал в 2019 году. Именно в этом году здесь появилось многофункциональное брендированное пространство, оснащенное разнообразным лабораторным оборудованием. У нас в стране существует на данный момент 66 Атом-классов в школах и еще 9 межрегиональных сетевых центров Атом-классов. И, соответственно, школа Росатома ежегодно проводит вот такой рейтинг результативности деятельности Атом-классов. Еще три обязательных показателя в составлении рейтинга соответствия образовательной среды технологическим стандартам сети, учет технологических требований, а также результаты экзаменов Олимпиад и конкурсов. В этом году Саров вошел в десятку лучших и занял седьмое место. В следующем году лицей планку опускать не собирается и будет бороться за лидерские позиции. Если говорить о результативности, то количество баллов, которые как раз по итогам ОГЭ, ЕГЭ и Олимпиад, из всех школ рейтинга она самая высокая. То есть вот здесь мы надеемся, что планку мы и не снизим. Но мы видим для себя перспективы для роста. Перспективы для роста – это как раз сетевые мероприятия и участие в сетевых мероприятиях. В конце ноября планируют запустить геометрический челлендж «Измерил. Расскажи». Школам-участникам нужно будет выбрать в своем городе любой объект и измерить его бесконтактным способом. Узнать эти способы можно будет на вебинарах лицея. Все объекты соберут в одну большую интерактивную карту городов Росатома. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Воспитанницы детской школы искусств покорили жюри международного конкурса фестиваля «Синяя роза» в Нижнем Новгороде. С вокальных состязаний ученицы-педагога Дарьи Кварты привезли два третьих места, два вторых и золото конкурса. Подробнее об успехах талантливых сыровчанок расскажем далее. Воспитанницы вокального отделения детской школы искусств не так давно вернулись с конкурса в Москве и через короткое время снова отправились испытывать свое мастерство на международный фестиваль-конкурс «Синяя роза» в Нижний Новгород. Для каждой из исполнительниц конкурс стал еще одной ступенькой к заветным мечтам и целям, а также выявил слабые места, над которыми еще надо поработать. Заняла я второй лауреат. Единственное, мне показалось, чего не хватило, чтобы занять первое место – это характера больше, каких-то чувств, эмоций. Я заняла почетное второе место. Мне было очень интересно посмотреть на других исполнителей, как они исполняют. Это какой-то шаг, какое-то продвижение к цели. Я хочу научиться очень красиво петь, не стесняться зрителей, не бояться сцены. На конкурсе выступали и маленькие воспитанницы педагога Дарьи Кварты. Справиться с волнением перед выходом на сцену девочкам было непросто, но они сумели побороть это чувство и достойно представили Саров на международном конкурсе. Что исполняла, что пела? Что такое родина? Волновалась немножко. А как справилась с волнением? Хорошо. Я пела песню «Котик». Было что-то трудно при подготовке к конкурсу? Да. А что было трудно? Тянуть ноты. Я заняла первое место на конкурсе «Синяя роза». Две юные вокалистки стали лауреатами третьей степени. Еще двое воспитанниц привезли дипломы лауреатов второй степени. А Арина Немчинова стала лауреатом первой степени. Конкурсы позволяют получить ценный сценический опыт и развитие в области вокала. Мы любим путешествовать, любим участвовать в разных конкурсах, потому что это дополнительное развитие. То есть, чтобы дети учились здесь не просто для себя, но в том числе и могли где-то показать свой талант, чего они достигли и чему они научились. В конце марта воспитанницы Дарьи Кварты поедут в Москву на профессиональный конкурс академического вокала. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В бассейне «Дельфин» прошли ежегодные традиционные соревнования для юношей, посвященные Дню защитника Отечества. Всего прошло четыре заплыва на 50 метров. Вольным стилем, кролем на спине, брасом и бутерфляем. А девушки в этот день выступали в качестве судей. Поддержать форму, сделать работу над ошибками, проверить свои силы и выносливость. Для этого в бассейне «Дельфин» ежегодно устраивают городские соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. По традиции между собой соревновались только юноши. А девушки в этот день выступали как судьи. Засекали время, сравнивали результаты, помогали взрослой коллегии. «Я приняла участие практически в каждых соревнованиях, и это мой уже далеко не первый раз. Мне нравится этот вид спорта, и он меня всегда закреплял». «А как сегодня соперники? Как оцениваешь соперников своих?» «Ну, есть и сильные соперники, но я не расстраиваюсь, я их только поддерживаю». В программе соревнований прошли 4 заплыва на 50 метров – вольным стилем, кролем на спине, брасом и бутерфляем. Каждый пловец спортивной школы «Экар» участвовал в двух личных дистанциях на выбор. На дорожке выходили ребята различных возрастных групп – от 2007 года рождения и старше, до 2014 года рождения и моложе. У каждого участника были свои цели найти соревнования, главное из которых – испытать себя и оценить свои результаты. «Плавля 50 метров бутерфляем. Станция довольно нелегкая, но при должной работе она получается очень быстро. Ну, удовольствие просто, чтобы получить кайф». «50 метров бутерфляем и бранус. Как-то лучше получается плавать, ну и тренера подсказывать. Во многом, мне кажется, для себя после тренера скажут ошибки, что не так». Судьи подвели итоги и наградили призеров в каждой возрастной группе. Теперь к следующим соревнованиям будут готовиться девушки. В Тельфине для них пройдут заплывы к 8 марта. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.